Wear Goggles. Не Google, а Goggles. Вовремя я зашел. Вот так отрезали цепь, потом стопор выбивали, есть у меня видео. Выбивали, выбивали, а к нему подсоединили. Вот она. То, что я нажимал в унитазе, вот эта установочка все это дело делает. Пару слов о физике. Снова уже сегодня с утра, как вы видели, переходили мы там с газоэла на фьюэллоэл, эти бойлеры, то есть котлы переводили. И бегали тут вся. Давление же в танках упало. Инертгаз. Надо было запускать. А потом начало расти. И вот мне принесли параметры. Как зависит один градус всего. Забортная вода была 8 градусов. Сейчас стало 9. И снова же. Как зависит давление, объем и температура. От одного градуса температуры. В общем, ну груст. Там нагрелся, не знаю, воздух, окружающей среды тоже. И пошло давление расти. Уже не вакуум, уже плюс 100. Вот так. Продолжаем дальше писать. Это вот с собой притащил ананасы с яблоком. Вот еще интересный параметр нашел. Пропеллер питч. 5,95. Это если танкерный пароход стоит в идеальной жидкости. Ну не в морской воде. И за один оборот винта он продвигается вперед на 5,95 метра. У нас винт фиксированного шага. Есть ВРШ. Винт регулируемого шага. Или на английском CBP. Controlable pitch propeller. Когда главный запускается, лопасти стоят в нулевом положении. Он просто молотит воду. Потом гидравликой, ручечкой крутишь, и они поворачиваются. Регулируют шаг. Обороты главного двигателя стоят на месте. Просто нагрузка увеличивается. И от этого мы считаем этот слип. От того, как в идеальной жидкости судно должно пройти почти 6 метров. Если против течения идем, против ветра, оно идет, проходит не 5 метров, а 3 метра. Значит слип будет положительный по формуле. Если по течению слип будет отрицательный, значит мы за один оборот винта идем не 6 метров, а 10 метров. Например, значит ветер дует с кормы и по течению идем. Так это все считается и все зависит от этого. Зависит расход топлива. Так что я говорил, у нас счетчики везде стоят. Главное двигатель прокрутил. Если бы в идеальной жидкости наш танкер стоял, то мы бы проехали 321 миль. Но в реале мы проехали 288 миль. Значит слип будет 10,3 миль. Положительный. Значит мы идем против течения, против ветра. Сижу дальше, считаю эти циферки воскресные. Вот журнал такой. Надо писать. Я выписываю. Этот электронный формат идет в компанию. И вот смотрите, все считается. Все в среднем. Вот тоже слип 9,4 миль. Средняя скорость 11,9 миль. Вот кстати, ветер какой дурит, куда. Расход топлива. Дизельное тяжелое. Сколько часов в порту. End of C passage, commens of C passage. Якорь, burst on burst. Это причала от причала. Маневры. Сколько в порту стояли, в каком порту. Все это просчитывается здесь. Сколько часов главный на работу. Это общие часы. Это сколько месяц на работу. С часов. Когда маневры были. И все это спокойненько вычисляется. Когда блокировка была. Ну тут дальше пошло. Уже параметры. Турбины, температура на входе, на выходе. Тоже прочие параметры. Это движки. Axel Reangements. И котлы. Все. Каждую цифру можно сравнить. И спросить. Почему не так. Вот этот человек там и занимается этим. Я в месячные отчеты отослал. Ну везде залез. Там исправь такого-то числа. Там. Все под всеобщим контролем. Если вы думаете, что капитана Эстромеха никто не контролирует. Контролирует. И тут же там эти литры. Ну все написано. В разных цветах. Самолично переписку читал. Был там предыдущий старший механик. Отослал в компанию. Месячные отчеты. И там 25 литров масла не хватило. Хотя он в других проходах. Ну тут оно все в бочках стоит. Когда там где-то плюс-минус там 50 литров стою. И никто не смотрит. В общем написал он какого-то масла конкретно для компрессора. Дак на 100 было на 25 литров меньше. Ну ему в ответ из офиса сразу письмецо прилетело. А где 25 литров? Тут нет чтобы поспрашивать, подумать, посмотреть. Написал, что они стояли долго в Нигирии. Но кто был в Нигирии, тут поймет реакции. Ты тоже там довольно работал. Приходят эти упыли с берега. И давай. Какая у тебя химия, какое масло. Ну нальешь им чего-нибудь. Чтоб они отстали от тебя и уйдут. Он говорит, в Нигирии властям. Ой, смотри, не так я. Он вначале сказал, где 25 литров масла. Он пишет письмо, что мы это масло залили в компрессор. В ответ ему через 2 часа письмецо из офиса. Срочно остановите компрессор. Разбирайте там поршня, дергайте систему. Промывайте, протирайте. Тут в шоке в таком. Пишет. Пошел, поспрашивал. А масла-то этого нет. Он пишет, извините, я типа пошутил. Мы это масло отдали в Нигирии какому-то там инспектору. А тот говорит, а тот уже не верит. И пишет ему ответ. Все, остановите компрессор, дергайте. И этот, что-то, дедушка разняли сейчас, говорит, я не буду это делать. И все такое. Тот ему обратно пишет. Если вы... Сопоршня летят, клапана и все такое. И если вы туда не заливали, так надо было так и ответить. А если вы отдали в Нигирии там какому-то там товарищу с берега непонятному, так вы должны нам бумагу поставить. Естественно, там никто не дает, что я типа взял в сядку. И вы вообще неуполномоченный человек. Только капитан может, как бы заряженный с офиса, решать какие-то такие вопросы. Ну и тот разняли сейчас снова. Дедушка, так называемый. Написал ему. Если вы не понимаете, что происходит, приезжайте сюда, занимайте должность старшего механика в Нигирии. И тогда вы поймете, что происходит. Ну и финал этой истории, то, что резко его поменяли. Поняли, что с ним общаться уже не надо. Ну и было реально было дипломатически. Пройти, но лучше вначале подумать и поспрашивать людей. Это все было. Такая история реальная. Читал там письмо. Смешно, конечно. Приезжайте и займите пост. Указал. Ну это все-таки работодатели, так куда я в лицо езду. Видите, вдалеке. Слева острова и справа. Ну, сейчас я включу на iPad'е GPS. Но я так думаю, вот хорошо видно. Что справа это Ирландия, а слева это Англия. Ну где-то так, наверное. Ну вот так и оказалось. GPS заработал. Это Англия, это Ирландия. Вот слева Англия. Так мы идем. Мы идем в порт, куда я прилетел. Мы идем. И здесь где-то снизнеет память. 12 узлов. Вот показывает курс наш. 115. Пойду погуляю немножко на полу. Погодка снова же хорошая. Сейчас хочу попробовать режим 4К SuperView. Правда, 24 кадра в секунду. Посмотрим, какой охват у него будет. Ну и снова поснимаю в грузу, как там мы сели. На 16 метров почти. Интересно будет посмотреть. Облако нависло. Прямо над танкером. Думаю, луна тоже в экран залезла. Еще не темно, и луна вон светит. Какой-то паром английский идет. Из Англии в Ирландию. Когда-то бумажки пописал. Надо еще вечером пописать. Потому что завтра другая будет канитель. Еще бункеровка на носу. Вот уже бункеровочку придется заснять. Так. Так. Любимое место, где ничего не шумит. Так. Выходим сразу с ходу. Оп. Как в Титанике. Так. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так наша надстройка с кормы выглядит Труба, провижен крейн слева Это мы живем тут все И левое крыло со шлюпочкой Справа штурмана живут, слева механики Ну и филиппосы тоже так же Матросы, мотористы Вот он левый якорь наш У меня история тоже была Сфетнамцы-индусами Они смогли якорь поднять И цепь от передней Сейчас даже покажу, почему они смогли поднять Так, ну это новый пароход Вот они поднимали И вот эти так называемые клатчи Были съедены Ну и с терпом индуски мне ничего не говорил Но один прекрасный момент Они начали прокручиваться Ну а там якорь 10 тонн весит И цепь тоже метров 200 И все, отпилили Стопор так же стоял Вот так Отрезали цепь Потом стопор выбивали Есть у меня видео Выбивали-выбивали А к нему подсоединили конец Вот такой конец К концу привязали пару Пустых бочек юниторовских А вот там стоял буксир вьетнамский И все это дело упало Вместе с якорем И никто его больше не нашел Капитана, правда, не списали Нормально Потом якорь взяли с палубы И буксир подъехал Тоже у меня видео есть Подцепили Такая история Вот на танкере чистейший воздух Вышел морским воздухом, подышал Ну еще когда в каюте сидишь Зрение садится Сидишь там в сервисе в журнал Ничего не видно Понятно, что после 40 Но от искусственного освещения Очень плохо Поэтому надо выходить На солнечный свет и на воздух Вот в корме уже Царство машинного отделения Все шумит Сегодня попробуем ночью спуститься Вечером Что-то порассказывать там Рассказывать там много всего Вот снова пейзаж Там солнце светит А здесь луна И все на одном уровне Интересно Вот и наше солнце На том же месте, где и луна Только справа Сейчас вспомнил тоже Случай на первом контракте Ну вот сейчас мы проходим Как бы типа пролив такой Все на мосту Там пару паромов прошли Ну нормально Как бы близко Тоже был обо такой 80 тысяч тонн Ну и ночью захожу на мостик А там второй штурман стоит И такой потный бегает А мы где-то посреди Атлантики шли Серега типа Что случилось? Да елки-палки Только что в протирочку Разошлись там с кем-то танкером А как же это В протирочку Оказалось 5 миль Ну вот так вот Разошлись В протирочку Так, решил рассказать Про воду Зашел в туалет Туалет называется Ну не туалет А система наша называется Jets Видно там, не видно Словом Jets Называется Ну очень много значений Два из них Которых я знаю Это Jets Это возят Авиационный керосин И Jets Это сверхзвуковой самолет В нашем случае Jets Вот видите Как сверхзвуковой самолет Это биологическая система Очистки сточных вод Туалет А Jets Потому что Как сверхзвуковой самолет А сейчас Давайте пока не будем На кнопку нажимать Вот добавим туда бактерии Гамазим называется Biological Liquid Toilet Cleaner Биологическая жидкость Для очистки туалета Ну тут всякие бактерии Сейчас Зеленоватый цвет Добавили И поехал наш Jets И сразу же в машине покажу За счет чего это все работает Сейчас такие в поездах есть И в самолетах Пойдемте в машину Подхожу сразу к этой Системе Очистки Биологической Системе биологической очистки С точных Сивыч Тридмент Плэнт На английском Вот она То что я нажимал в унитазе Вот эта установочка Все это дело делает Надо же как-то по-другому называть Системе биологической очистки Системе биологической очистки Понятно М Вакуумерейтер Вот так Значит Вот два насосика Вакуумпамп Один Два Вот так Подсвечивает Ну один у нас Стэнбай стоит Второй работает Вот Написано Jets Норвегии сделал Стрелочка Куда крутится Ну если кто-то сливает Вакуум падает Погнал он Накручивать Ну я там В одной серии снимал Можно вставить Создает вакуум А в туалетах тоже там стоят эти Клапана всякие специальные Если вдруг где-то в одном туалете Подсасывает То все уже Система не будет работать Этот шланг промывать Так Это как Operation Manual Все это системы Ну Они как бы все одинаковые Везде Знаешь состоит Из трех танков Там один еще на две части делится Все наши То что мы моемся в душах Называется Grey Water Это выходит запад То что с туалета Black Water Черная Это серая вода Черная Попадает к нам Ну через эту трубу Туда Значит там оседает Постоянно работает Вот видите Бловер Бловер это дуйка Вот он работает Зелененьким светится Подает воздух Бловер наш Вот пошла труба Туда За счет этого Микроорганизмы Активируются Ну еще видели Эту зеленую жидкость То что я добавлял Все это дело Там булькотит Бактерии Седают Вот это все Что там Человек вырабатывает Потом это дело Перекатывается Во вторую камеру В третью Здесь уже вот Добавляется хлор Тут точечная подача Тоже маленький насосик Его надо там В запчасти я выписал И надо поменять Чтобы он хорошо работал И вот здесь есть Три уровня High level Low level И тут насос Должен Запускаться Вот поплавок На этом уровне Он запускается Откатывает Останавливается High level Это когда уже не работает Вот и сам насос Вот с этой камерой Всасываем И пошло это все дело За борт В портах Опечатывается установочка Потому что сейчас Что-то совсем они Озверели Ну еще есть для этого дела Сьювич холдинг танк Которого у нас нет Вот так рассказал Не надо еще что-то рассказать Но решил По одному механизму Буду рассказывать День Там через два дня Когда будет время Потом можно здесь По ЦПУ Порассказывать Вот уже в процессе Я главный запускал Как бы от себя Вид от первого лица Ну буду максимально все Говорить Что там мне В голову придет Я не знаю В промежутках Между бумагами Работать И в конце концов Что-то можно Почерпнуть Даже не будучи На пароходе Котел кстати Работал на газу Или это Мы отсюда переведем Там пару клапанов открыли Теперь постоянно Работает Насос Fuel oil Давление Создает 17 бар И температура 116 градусов Гоняет по кругу Все они сейчас Manual стоят Потому что Если запустится Фан В нашем случае Работает Один движок Вот при запуске Фан где-то брал Фан это Вентилятор 150 киловатт Ну такой Заскок там Я не знаю На 650 киловатт На маленьком пароходике У меня так было Там два движка Запускали Я как раз на Снимал на айфон Здесь Параметры котла Здесь этот был Монитор Ну не успел Я заснять В этот момент Запускается Бловер Так Блэкаут Обесточка Потому что Интересно было бы На этом пароходе Не надо На других Обесточек Было много На этих Ржавых посудинах На На одном Дела Принял Стою в душе В индусе Только подписал В 7 утра Проснулся Стою в душе Потухло Все Думаю Тогда я приехал Ну все На выход На дорожку И вперед Вот тоже EBD Emergency Escape Bracing Device Раз Два То что я рассказал Смотрим На зеленый Зеленый этот Сектор Стрелка стоит Там где С другой стороны Все Значит нормально Надеюсь 15 минут хватает Вот Emergency Escape Bracing Device Одел на голову И побежал Ну они тушители Силоту Нашу проводку Тушить Вот написано Ну все Все что видел Рассказал Дальше буду думать Что еще рассказывать Wear gloves Сразу английский Запоминаете Носите перчатки Wear ear protection Носите наушники Wear helmet Носите каски Wear goggles Не гугл А goggles Вовремя зашел Вот что сработало Энергаз систем Сейчас где-то талант Не слышно в каюте Фликер стоп На начале Базер стоп Базер стоп Это звуковой Фликер Это Зря его нажал Нормально Мигает Вот это Инерт газ систем Наша Установка Сейчас показывает Low Это давление В танках В танках Low я уже не помню 300 мм Водиного столба Экстра low Там уже вакуум идет И вот Окружающая среда Нагрелась И вода В том числе Пошло давление Расти Теперь под вечер Снова падает Потом ночью Наверное Выйдет Экстра low И завтра Мы снова будем Запускать Энергаз Чтобы подбить Давление В танках Тоже отдельная Тема Можно Порассказывать Зачем Энертизация Нужна И все такое У нас вел Выйдет Уже столько Рассказал Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова